В филармонии с концертной программой «Все песни о любви» выступил народный артист России и Татарстана Ринат Ибрагимов. В Ярославле он частый гость, публика его любит. В репертуаре классические итальянские серенады, современные хиты и, конечно, советские песни. Весенник над векой, и месяц в день, век, в морозок, в морозок. В свои 66 Ринат Ибрагимов по-прежнему обаятелен и привлекателен. Отец семерых детей, младшему из которых 8 месяцев. Начинал карьеру как оперный певец. В Татарском академическом театре пел ведущие партии баритонального репертуара князя Игоря Евгения Онегина «Эскамильев Кармен». А многие из пришедших на концерт помнят его творческий взлет с песней Раймонда Паулса «Мой город». В 70-е это был хит, а сейчас – визитная карточка певца. Кстати, эта песня в свое время попала в парад, в европейский парад песен. Она в десятку сильно из Шлягера вошла, из Европы. По тому времени это было очень высокое достижение, потому что рейтинг там, в то время наши песни туда фактически не выходили. А она попала в десятку. То есть, ну, действительно талантливая песня. Школа, консерватория, оперный театр – все эти важные вехи биографии прошли в Казани. Но родился певец во Львове, и судьба родного города ему не безразлична. Львов ведь это никогда не было российским, советским городом. И украинским никогда не было. Это чисто западный город. Кстати, красивейший город. Как бы его ни притягивали за уши сюда, к востоку, к Украине. Я не знаю, чем закончится это. Может, скорее всего, я так думаю, что все равно все-таки разделение произойдет, отделение от Западной Украины, от Восточной. За 40 лет творческой биографии певец объездил полмира. Не было разве что в Индии и Японии. К своему участию в популярном телепроекте певец относится довольно скептически. По его словам, шоу похоже на студенческие капустники. Хотя и не безинтересно бывает прикоснуться вплотную к творчеству великих исполнителей, таких, например, как Фрэнк Синатра. Съемки продлятся до середины лета. И пока неизвестно, кого еще придется изображать. Но зрителям городского телеканала откроем маленький секрет. В ближайшей программе Ренат Ибрагимов примерит роль самого Федора Шаляпина. Надо, чтобы народ тебя ввел в лицо. Потому что если тебя не знают в лицо, как они тебя могут узнать? А лицо только в телевизоре могут увидеть. Все. От ящика зависит все. А в апреле зрители смогут насладиться звучанием сразу трех баритонов. С гала-концертом, посвященным Муслиму Магомаеву, на сцене филармонии выступят солисты Большого театра.